Добрый вечер. Московский международный автосалон в Крокусе проходит каждые два года. Это явление масштабное, общепризнанное, совершенно мирового уровня. Участвовать в нем это теперь уже очень престижно. Если несколько лет тому назад автосалоны в Москве, начиная с ВДНХ и в качестве промежутка имеющие площадку на Красной Пресне, потом постепенно доросли до уровня Крокус Экспо и наконец-то стали приличными, а тогда были временами даже колхозным междусобойчиком, и тогда выставляться на подобных площадках было не элементом престижа, а скорее проникновением на рынок, то теперь уже Московский международный автосалон превратился в такое явление, где нормально и достойно предстать это правило хорошего тона. И вполне понятно, что подобное мероприятие, оно готовится за годя, обычно где-нибудь годика за полтора уже начинаются тихие арендные отношения, выясняются ставки, что почем, кому сколько километров либо квадратных метров нужно. И если помните, летом, в июне, вдруг, откуда ни возьмись, в коммерсанте появляется статья о том, что цены на Московском международном автосалоне в Крокусе завышены, и некоторые производители настолько сильно недовольны, что не имеет, наверное, смысла для них принимать участие в этом мероприятии. Сразу полезли какие-то аналогии с Франкфуртом и Парижем. Тут же выяснилось, что в Франкфурте на 1 евро дешевле, а в Париже на полевро дешевле. И на этом основании нужно, конечно же, срочно сделать какой-нибудь нищенский дисконт. И вот эта разборка, она, в принципе, не породила большой волны, но сразу стало ясно, что первым громко пукнувшим было Рено, а тихо подвывающим на заднем плане был Автоваз. Рено написал письмо в администрацию Московского международного автосалона и дословно указал следующее. Предложенные цены значительно выше ставок аренды на салоны первого класса в Париже и Франкфурте. При этом медийное покрытие московского автосалона и количество его посетителей ниже, чем на европейских. На нынешних условиях мы считаем участие в салоне нецелесообразным. Рено — это такая хамская контора у нас в стране. Она в свое время пыталась быть довольно широкой по модельному ряду. У них были в том числе машины представительского класса. Потом Рено четко совершенно определило для себя присутствие в нашей стране на уровне ниши. Такой первый стартовый автомобиль после Жигулей. Дешевенькая машина, дешевенький клиент, дешевенькое к нему отношение. И совершенно такой хамский совок, который Рено очень быстро взяла в качестве главного тона общения с клиентами. И во всем многообразии хамства, которое Рено себе позволяет, конечно, отдельной строкой идет выкручивание рук по комплектациям, по заказу доп. оборудования и стоимость доставки. Если вы покупаете, живя в Москве, автомобиль, произведенный в Москве, то доставка не входит в цену и нужно доплатить от 3 до 6 тысяч, чтобы вам на соседнюю улицу с завода машину доставили. Это такой приятный оттенок выкручивания рук из серии «А ты что в натуре? Ну не хочешь? Так пойди купи себе привычный запорожец». Причем сколько раз я общался с представителями фирмы Рено, а каждый раз убеждался в том, что это недоразумение. То есть не недоразумение. Это политика. И когда я говорил представителям фирмы, что здесь все-таки есть оттенок неуважения к клиенту, мне говорили «А ты что? На рынке много кого? Не, ну пойди к купикам другого». То есть вот этот вот быдлячий подход, он является политикой Рено в нашей стране. Вполне логично, что Рено в экстазе, слившись с автовазом, точно таким же хамом с многолетним анамнезом неуважения к клиенту, перенял от него какие-то ключевые позиции по общению с клиентом. И ничего удивительного в том нет, что Рено первым так сильно облажалось, публично заявив о том, что она не пойдет на московский автосалон. И тут же, конечно, это же письмо слово в слово пришло за подписью автоваза. Мне очень понравилась позиция Крокуса. Крокус сказал, ну слушайте, рабочий момент, ничего такого в этом нет. Они даже не стали по этому поводу как-то заморачиваться, потому что настолько высокого уровня их мероприятия, что потеря двух вот этих вот игроков, она совершенно не играет никакой роли. И в принципе здесь не было никакого поля для раздора. Ну не хотите, не надо. Но стало понятно, что автовазу выставляться не с чем. У них, конечно, есть величайший Стив Маттин пинком взад, вышвырнутый из Вольво за то, что он натворил с 60-й серии. И Стив Маттин – это человек, который умеет договориться очень быстро с итальянцами, чтобы они за одну ночь сделали концепт-кар, на который он налепит свое великое понимание русского языка, букву «Х», взятую с забора в качестве основного стилевого элемента. И с подобным можно заявляться. Но в целом как-то остается оттеночек такой вот неприязни из серии «Выставка настолько плохая, что нам показать там нечего, поэтому они в чем-то виноваты, и мы там не будем, конечно же, ничего себе арендовать». А с другой стороны подоплека вот этого конфликта была в том, что Рено и АвтоВАЗ, они привыкли к монопольному выкручиванию рук. Они очень любят вот эту вот позицию пахана на нарах, когда могут себе позволить сказать, да что, не нравится? Что, пайка не устраивает? Да вали отсюда! А тут вдруг появляется безальтернативно ситуация, когда они не могут на нее повлиять. То есть очень хочется сказать, что, видите, мы настолько крутые, мы делаем такую технику, АвтоВАЗ же до сих пор уверен, что он делает автомобили, мы делаем такую технику, у них машина, а тут кто-то нам вдруг диктует. Не, ну вообще-то в натуре, вы войдите в наше положение. Не, ну вы нам сделаете бесплатно. И вообще нам должна быть двойная пайка. А, ну, по международным стандартам, вот этот вот тихий развод возле Пороша, он на самом деле не приветствуется, и не все внемлют его. Поэтому, конечно, администрация Крокуса спокойно прошла мимо этого. Тем более, что позиция Рено и АвтоВАЗа, она была, ну, частным случаем определенного интеллектуального недомогания. А АвтоВАЗ, он ведь еще довольно подробно объяснил, в чем именно суть этого недомогания. Он сказал, что стоимость участия в каждой выставке должна быть адекватна результату, то есть продаж автомобилей. Поэтому аренда площадей на автосалоне в Москве не должна быть дороже, чем стоимость участия в аналогичных международных выставках. То есть из этого следует, что на АвтоВАЗе не знают, для чего проводятся международные автосалоны такого уровня, и путают их с ярмарками выходного дня. Они считают, что сколько кошелок с клубникой они вытащили, столько они должны прямо сразу и продать, тут же, на выставке. Вот на этой самой ярмарке выходного дня. То есть автовазовцы в своем провинциальном представлении о мире даже не догадываются, что автосалоны, они для того, чтобы создать имидж. Ну какой автоимидж? Какой автовазый имидж? Откуда? Да, откуда? И поэтому мы не пойдем, мы не будем. Мне понравилось другое. Когда небольшое количество прессы, тем не менее, взялось за освещение вот этой коллизии, потому что, ну, журналисты тоже не поверили, они сказали, ребят, ну вы что, ну, куда вы денетесь? Вы придете. Тем более понятно, что первые люди государства придут на автосалон, а автоваз, который сожрал из бюджета нашей страны 75 миллиардов, его не будет. И он что, скажет, у них денег нету? Вот Путин, когда пойдет, или там какой-нибудь Шуалов будет гулять по стендам, придет и скажет, а где мой автоваз-то, на который я отбашлял 75 миллиардов, сделав его частью государства, потому что это наши налоги, наши народные налоги ушли на то, чтобы автоваз не сдох, на то, чтобы Чебаркульский метеорит перенаправить как раз от Тольятти, куда, собственно, ему полагалось прилететь, туда в безопасную зону. И вас после этого нету? Это почему? Потому что дорог вам международный автосалон? Не поймут. Но, тем не менее, вот, например, Рено в порыве с Кудауми, оно решило поучить журналистов. Раньше подобными вещами позволял себе заниматься только наголову больной Горьковский автозавод. Там есть такая Елена Матвеева, зампредправления, которая звонит журналистам и по непонравившимся публикациям учит их жить. И говорит, вы что себе позволяете? Да вы знаете, мы кто такие? Вот Рено, не автоваз, в данном случае уже себя чистым совком почувствовала Рено. Рено как раз себе позволило это и потребовало, чтобы впредь какие бы то ни было публикации, в том числе и по коллизии с Крокус Экспо, отражали их позицию. Потому что вы что, это журналюги? Вы что, забыли, что такое 5-й отдел 5-й управления КГБ? Так мы вас быстро научим. Так вы тут это самое, фильтруйте базар. От Реноушников, конечно, это было удивительно, но говорит о том, что градус болезни у них достаточно большой. Так вот, коллизия благополучно разрешилась. Автоваз и Рено, тихо обкакавшись в углу, роняя тапки, прибежали в Крокус Экспо и, не получив никаких скидок, подписали сейчас договора на участие в Московском международном автосалоне, потерпев полнейшее фиаско. Новости. Всего каких-то жалких 5 баллов по шкале Яндекса. Ну, на некоторых участках все 20 баллов. Тут просто смерть, вот особенно на Московской кольцевой автодороге. Очень протяженные пробки. Ну, это какие-то 5 баллов. Ну, это обычные 176 процентов. Кто бы удивлялся. 65, 10, 9, 9, 6. Это уже не проценты, это уже мой рабочий телефон. Пожалуйста, звоните, мы с вами с удовольствием поговорим на любые темы. Игорь, вы у нас сегодня первый, рад вас слышать. Игорь, Сергей, день добрый. Меня зовут Морозов, Москва. Внимательно слушаю вашу передачу последний, наверное, год или два. 3, 4, 5. Очень хорошая передача, спасибо вам большое. Спасибо, что тебе пили его. Как раз выходишь с работы, начинаешь, садишься в машину, и есть что в пробке постоять, послушать. Не могу в то же время согласиться с вашим пессимизмом, относящимся к электромобилям. Хотел бы поднять эту тему. Давайте. В 35-й раз. Тем более на фоне грандиозного успеха компании Тесла и конкретно ее модели Тесла, модель С, которая в 300-кубовом объеме электродвигателя дает возможность получить 416 лошадей и динамику, несравнимую ни с одной из бензиновых машин. А в чем успех, простите, Игорь, а в чем грандиозность успеха фирмы Тесла, которая вот наконец-то добралась через океан до Европы и уже продала свой один автомобиль? В чем грандиозность успеха? Ну, то, что 6-месячная очередь стоит на ее покупку, по предзаказу. И что? Знаете, Игорь, вообще-то у меня в соседней деревне большая очередь ночью к тете Мане запаленной водкой. Из этого следует, что паленая водка лучше нормальной. Полночи люди стоят, томятся. Успех в том, что она практически заменяет бензиновый автомобиль в том виде, в котором он есть, но гораздо более лучшими характеристиками и экономичностью, и безопасностью в том числе. Вот недавно была показана авария в новостях в Штатах по поводу встречи с Мерседес-Бенцем. Эти два трупа, водитель Теслы вышел, потер локоть и поехал в участок. Ну, это один, кстати, из самых важных. Я не обращаю внимания на экологическую безопасность. И стоимость зарядки, по нашим ценам, это где-то 160-170 рублей на 500 километров пробега. А через 500 километров, Игорь, кстати, Тесла говорит, что у них есть 600 километров, 700 километров и 900 километров. А вот через 500 километров... Ну, на самом деле, хорошо, если 200. Даже если через 200. А где вы будете заряжаться через 200? Я в гараже. То есть вы будете кругами ездить вокруг своего гаража? Зачем? Не надо. У меня 500 километров как раз хватит на три дня поездки в Москву. У меня 150-километровый ежедневный пробег. Москва, область, Москва. Мне очень устроит этот вариант. То есть, Игорь, вы ратуете за то, что все электромобили хороши и полезны, потому что Тесла очень удачна и на него очередь? Это нет. Это первая латочка. Тем более, довольно серьезная. И судя по тому, что 800 машин уже заказали из Норвегии, и туда начали поставлять. И уже начали строить заправочную сеть. Причем бесплатно, насколько я понял. Ну, в Штатах бесплатно все заправляются, да, на станциях Тесла суперчарджером. Но у нас, как до Луны, конечно, до такого развития событий. Но даже заправившись в гараже в течение 12 часов, то есть поставившись в 8 вечера на зарядку и в 8 утра уехав, я обеспечиваю себя километров на 300, как минимум, пробега. Ну, норвежцы не дураки. Они провели все эксперименты, оттестировали ее на Ютубе. Масса всевозможной информации, видео с параметрами, с конкретными использованиями, как проехать от города до города. Вы знаете, вот весь этот пласт информации, он сопровождает абсолютно любой автомобиль. Нет такой машины, к которой не прилагается два ящика экспертного мнения по поводу того, что он самый правильный, самый хороший и самый перспективный. Норвегия единственная страна в Европе, которая имеет на шельфе нефть, поэтому она может себе позволить в том числе обычные электростанции. А говоря о перспективе электромобиля, откуда берется электроэнергия? Вот у нас, например, она берется от сжигания газа или нефти. Иногда угля, иногда торфа. И в нашей стране, в которой мы, в принципе, загадили все, что только можно, где появился наш советский человек, как представитель единой общности, там первым делом появляется куча экскрементов. Потом битые бутылки, потом пакеты, потом изгаженная природа и экологическая катастрофа. Сергей, я понял ваш вопрос. Ответ на сайте Tesla Motors на первой странице. Даже выхлоп, который был выпущен, мы не бензиновыми автомобилями, а заводы, электростанции, вернее, которые выработают электричество, он уже на 50% меньше, чтобы произвести этот объем электроэнергии. Нет, 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 Игорь, не на 50, а на 90. Понимаете, КПД в 50 не рассматривается. Это как любой аспект модификатора, доливаемый в двигатель. Если вам реально говорят, что это увеличивает что-то на 3%, это похоже на правду. Как только это выходит за рамки 4-7%, это абсолютное вранье. Когда вам говорят о том, что 50, я бы говорил уже о 80. То есть КПД 90, эффективность 200, сэкономили на 700, а прелесть на 1000. Это как раз для Tesla это подойдет. Tesla очень достойно. Причем Tesla ведь она чем завораживает? Тем, что это не какой-нибудь Mitsubishi IMF, довольно убогий внешне. На Tesla приятно выйти в люди. Это большой шикарный автомобиль, красиво выглядящий, с огромным количеством достойных электрических сопровождающих губозакатывателей. Там даже iPad такой очень своеобразный. И ко всему прочему, эта машина на уровне шикарной игрушки, вот так, знаете, как хороший восьмиколесный велосипед. Не очень надо, но завораживает. Она может порождать любое количество разговоров о том, как это перспективно. Но электромобиль, как был частным случаем, недоразвитым, так и остается. Хотя, естественно, даже в роторном двигателестроении есть RX-8, который позволяет надеяться, что и ротор себя не исчерпал. И с дизелями та же самая перспектива. И у электромобилей, наконец-то, есть флагман. Хотя все это остается частным случаем. А уж тем более, поверьте, я, конечно же, читал, что написано на сайте у Tesla. Я даже Tesla пальчиком трогал. И даже говорил с инженерами этой фирмы. И все равно, как частный случай, молодцы. Хорошая силиконовая долина породила специалистов NASA, способных сделать подобный автомобиль, который не говорит абсолютно о перспективах электрификации транспорта не на 1%. Жалко, что не смог вас переубедить. Спасибо за разговор. Но у Tesla есть программа развития. Точно так же к ней не верили в 95-м году в будущность системы PayPal, которую запустил в то время Илон Маск. Потом не верили в SpaceX, который тот же самый человек запустил. Но, как говорят в пословице, кто-то, вернее, караван идет. Собака лает, а караван идет. То есть он как караван идет, 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 идет. Игорь, а сколько десятилетий электромобиль считается самым перспективным? Нет, он считается еще с начала 900-х годов. Вот. Нет, конечно, об этом и речь, что даже не с 11-х, а рубеж 19-го, 20-го века. То есть уже второй век подряд электромобиль является знаменем перспективы. Мечтой, да. И пока он ни к чему не пришел. Но вот если Tesla разгадает, как отец-основатель Никола умудрялся запускать эксперимент под названием «Тунгусский метеорит», вот тогда электромобиль, да, тогда все остальное просто умрет, поскольку за ненадобностью. Когда рецепт Николы Теслы по получению энергии из того, что мы опрометчиво называем воздухом, щелкнув пальчиками, вот тогда электромобиль превратится действительно в ту самую машину, которая наконец-то перестает быть кофеваркой и спокойно сопровождает нас, везет, обогревает, работает, радует динамикой разгона, хотя троллейбус тоже ошеломляет своей динамикой. У него тоже очень хорошие электромоторы. И угнаться за троллейбусом на бензиновой машине не всегда бывает легко. В этом отношении все правильно. Это было месяц назад, вы говорили те же самые фразы. Знаете, за сто лет это не сильно изменилось. Троллейбус с тех пор очень-очень хорош в динамике, в разгонной, в тормозной похуже. И Tesla как игрушка, великолепная игрушка, это то же самое как iPhone. iPhone уже не телефон. Как игрушка, как заменитель вашей жизни, времени, как способ занять вас на 24 часа в сутки, он великолепен. Но он утратил свою первоосновную функцию. Дозвониться по нему все сложнее и сложнее. И Tesla очень хороший рекламный продукт, олицетворяющий собой перспективу, который уже идет второй век. И эта перспектива по-прежнему не реализована. Но очень обнадеживает. Да, потому что у него планы есть. И если посмотреть фильм National Geographic, гиперзаводы, мегазаводы, верно, Tesla, он так и называется, мегазаводы Tesla, то там показано производство, которое заточено на десятка, на два лет, наверное, потому что они сейчас на мощностях 20%. Кстати, Тойотовский завод там у них в Штатах куплен. Они его переснастили, сделали современное, автоматизировали и так далее. Они сейчас 25 тысяч в этом году планируют выпустить этих машин, потом довести до 40 тысяч. И Элон Маск, обманавший Tesla, обещает, что через пару лет он в два раза уменьшит цену. Сейчас самая дешевая стоит порядка 69 тысяч долларов. У нас она в Таганроге появилась, уже продается за 5800, на вторую можно посмотреть, и еще где-то там. Да, но у американцев еще там с батарейками есть определенные преференции, да и по налогам тоже. Но Nissan Leaf в Америке, например, продается плохо. Так же, как и Ford Focus электрический продается плохо, гибридный, и Chevrolet Volt. Поскольку вот эта экологическая прелесть, она на самом деле вызвала, конечно, первичный ажиотаж, а потом поняли, что наигрались уже. А Tesla, в принципе, дорогая. Нет, соотношение цена-качество, что в Nissan Leaf, что в Vult, конечно, несопоставимо с Tesla. Tesla, вы сказали, да, это представительский большой автомобиль, шикарный, безопасный, экологически чистый. В общем, все плюсы, которые прописаны в качестве ориентиров, к которым надо стремиться, в ней уже есть. Правильно, потому что, когда, Игорь, простите, что перебиваю, когда вы выходите на рынок с песочными часами, это не то же самое, когда вы выходите с хорошим Rolex. И это очень правильно. Если вы хотите привлечь внимание к своему продукту, то, конечно, уже потратились на обивочку, на лакировочку и на пылесос. У вас получился шикарный носитель вашей идеи. Tesla для этого подходит. Так же, как Karma подходит для того, чтобы олицетворять собой гибриды, в отличие от Leaf. Потому что Nissan Leaf все-таки это родственник кофемолки. Ну, такой, немножко совмещенный с пылесосом. Согласен. Да, ну вот пока Tesla не появилась на рынке, меня, честно говоря, эта тема вообще не интересовала. Электромобили, да, я относился к ним как к айфонам. Они чуть-чуть больше по размеру, а результат такой же. Но Tesla, я думаю, вернее, надеюсь, хотелось бы надеяться, что она уйдет в народный. Tesla — это самая шикарная и блистательно поданная пустышка на тему электромобилей, которые никогда не будут с нами на уровне полноценного транспортного средства. Но как обложка великолепна, это подарочное издание букваря. В золоте, со стразами и даже с элементом автопортрета Фаберже. Ну, это женский подход, да, к внешнему миру. Сереж, не буду больше вас отвлекать. Извините, что столько времени занял на эту тему. Переубедить я вас не смог. У вас, конечно, опыт больше. Да, причем здесь мой опыт. Это две позиции. Вы как раз стоите на этой позиции и имеете на нее полное право. Ну, я по-прежнему остаюсь на своей. Новости. 65, 10, 9, 9 и 6. Пробок в Москве по-прежнему нет. Все со свистом едут. Ну, за исключением тех, кто нечаянно вдруг в них умер. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Очень рад, что наконец я до вас дозвонился. И дождались. Да, дождался. Редкостное терпение. Спасибо вам за передачу огромное. Спасибо вам. Очень. Ну, пробок в Москве, к счастью, как вы говорите, нет. Абсолютно, ни одной. Особенно на третьем кольце. Да вообще, да что вы. Да вон, посмотрите на Яндекс. Яндекс, он же честный. Он же прямо весь из себя. Подумаешь, поднялся с 6 баллов. Ну, а третье кольцо вообще насмерть стоит. Все, в любую сторону. Там один маленький участок зеленый. А все остальное уже задохнулось. Ну, всего лишь 6 баллов. Раньше эта картинка называлась 8 баллов. Ну, давно дело было. Инфляция, инфляция. Что у вас с машинами? Сергей, хотел бы узнать ваше мнение. Я человек еще довольно молодой, но за некую автомобильную историю начинал с нашего отечественного автопрома, который на московский автосалону никак не хочет заявляться. Вячеслав, вы потихонечку распрямляйте спину, а то вы как-то так пригнули себя с одной стороны молодостью, а с другой стороны автобазом. Далее перешел на корейский вариант нашего автопрома, естественно, Тагаса Лантера во втором кузове. Да, нормальная машина. До того времени, да, в 2009 году это было. Сейчас пересел на Volkswagen Golf 6. Вот уже чуть более года владею этим автомобилем. В целом, очень доволен. Все нравится, но увидел не так давно рекламу у Mercedes CLA. CLA, хотел бы узнать ваше мнение о этой машине. Если вы будете в этой машине ездить в одиночку, либо с барышней, то вы будете очень даже неплохо в ней умещаться. Если вы кого-то подумаете посадить на заднее сидение, вы должны с ним сразу договориться, что именно у него лишнее. Либо по сценарию товарища Прокруста, нижняя часть тела, либо по сценарию управления в нашей стране, верхняя часть тела. Либо то, либо это. То есть, либо без мозгов, без головы, либо без ног. Потому что комплектный человек на заднем сидении не помещается никак. Машина сделана для красоты и для двух сидящих спереди. Вот если без отягощения детьми или друзьями, то есть друзей только скотчем смотать и в багажник. Но вдвоем с ней, еще так нежно придерживаясь за коленку, великолепно. Первый Вячеслав на деревне. И гордо поглядывая вдаль. Ну, то есть, все будет хорошо. Тем более, что машинка любопытная. Мерседес на ней со второго раза пытается, со второго дубля, освоить несвойственную ему тему. С третьего раза у них точно получится. Ну, я, да, я читал интервью, сейчас не помню, кого-то из руководителей Мерседеса. Человек уже довольно возраст новый, ему там, за 50. И он даже сам заявил, что было бы мне лет на 30 поменьше. Я бы, наверное, себе такой купил себе. Вот у вас сейчас машина, которая лучше, чем Мерседес. Потому что Мерседес пытался сделать ваш гольф. У него нельзя сказать, что совсем не получилось. Ну, так, слегка, где-то они приблизились к этому. Они очень талантливые ученики. Они замечательно изучили материал. Они посмотрели, как это делается. Потом воспроизвели своими словами. Если у них первый заход на эту тему породил вообще какое-то странное изделие. И такой прыгучий, опрокидывающийся и пугающий мамзелик и журналистов. То это уже получше, потому что они перестали изобретать велосипед. Они начали изобретать Volkswagen Golf. Когда они в третий раз подойдут к этому снаряду. И уже тогда будет, наверное, Golf какой-нибудь 9. У них получится действительно самый классный аппарат в этой теме. По крайней мере, реклама нам будет об этом жужжать во все уши. Ну, новый Golf, честно говоря, я подкровенно не впечатлил. Я не понял, чем он от того, чем владею я, отличается. Ничем. А у Volkswagen, вы же заметили, у Volkswagen у него в последнее время кризис. Поэтому у них сейчас будет 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И там одна фара такая, другая такая. И все. Ну, как с Passat'ами. 7-й Passat. А он от 6-го чем, собственно, отличается, кроме рубанка, которым вы ему стесали крылья и крышу? Ну, они вот как начали, например, B4, B5. B5, да, новая машина. А B4 от B3 чем отличалась? Ничем. Одна и та же. Рестайлинг. И поэтому есть шанс, что когда Mercedes подступится к этой теме, они как раз за эталон возьмут Golf 15, который от вашего 6-го не отличается ничем. Кроме тем, что у него порядка номер 15. Но у Golf учиться это достойно. Это правильно. То есть это хороший вектор постижения истины. Спасибо. А вот что бы вы еще порекомендовали из подобных автомобилей? Подобных чему? В Golf или, ну, подозрение Golf или ЦЛА. Я езжу в основном в городе, но частенько бывает, что выбираются такие довольно дальние путешествия. Меня Golf, в принципе, устраивает. Ну вот, база коротковата, конечно, по трассе немножко бросает машину. Так и то, на что вы прицелились, оно тоже не особо длинное. Вы на самом деле меняете добротную вещь на вещь с красивым логотипом. И для вас в данный момент важны не столько потребительские свойства, сколько легенды и трехлучевая звезда. И если вы к этому в своей жизни уже подошли, то не надо обращать внимание на все остальное. Купите красивую вещь. Ведь вы замечали, что модное, как правило, не во всем превосходит немодное. В кирзовом сапоге неудобно, но он не протекает, и в нем можно ходить по болоту. Когда вы покупаете, например, фирменный сапог, сделанный в Европе, он может оказаться красивым, но он протекает. Вот у вас будет Мерседес, он не будет ни в коем случае лучше Гольфа, и вы должны будете себя поддерживать легендой о том, что у меня Мерседес. Вы должны будете научиться произносить слово Мерседес, как это делают все апологеты марки. Они не произносят гласные. Они говорят Мерседес. Так вот с пренебрежением. И понятно, что это очень круто. Это Мерседес в натуре. И можно еще стискивать зубы. Вот если вы себе создадите этот легендарный фон, то какая разница? Ваша машина реально будет хуже, чем то, на чем вы ездите. Но Мерседес, а у вас это нету, а по трассе вы едете, ай, как красиво, а блондинка рядом, ой, как хорошо. То, что это неудобно, то, что это плохо сделано, то, что это развалилось через 5 секунд, а вы приехали к дилеру, об вас вытерли ноги и сказали, ха, тоже мне. Купил бы S-очку, мы бы с тобой поговорили, а то подумаешь, какая-то фигня. Да, здесь в этом плане в Фальсваге не получше, чем чем, а сервисом я очень доволен. Это вам повезло, Вячеслав? Вы умеете производить приятные впечатления на людей. Во-вторых, не забывайте, таких, как вы, купивших Golf 6, всего 8 человек в нашей стране. Это очень редкая машина, потому что все остальные ездят на полуседанах. И вы на этом фоне воспринимаетесь приблизительно как владелец Фаэтона, который за последние 4 года продали один. Поэтому вы выступаете совершенно другой весовой категории, вы уважаемый клиент. Но как только захотелось Мерседес, как только замоглось, надо пойти купить. Павел, здравствуйте. Алло. Здрасте. Сергей, здравствуйте. Давно жду. Да, я чувствую это, всем сердцем чувствую. Да, уже практически забыл, что хотел спросить. А просто поговорить, Павел. Ну, раз такая возможность. У нас же здесь не обязательно задавать вопросы, у нас можно просто поговорить. Согласен, согласен. Ну, относительно пробок могу сказать, что только что проехал трешку, вообще просто можно медаль мне крепить. А, так это вы только что с черной мигалкой тут со всеми пирогами и светомузыкой, нет? Нет, нет, что я не создаю лишних помех и шумов. Просто веду машину. Тихонечко прокрались. Да, да. Тихонечко между рядов и так далее и тому подобное. Как получилось. Медаль, медаль. По поводу, хотелось заметить, такая шуточка небольшая, по поводу АвтоВАЗа, то, сколько выделили им денег, но мне кажется, в принципе, всех россиян можно было уже бесплатно одарить каждого машины. На нас повесили обременение. Мы обязаны теперь покупать себе продукцию АвтоВАЗа. Это наш долг перед бюджетом. Ну, с этим не знаю. Я открестился от наших машин уже довольно давно. И, в общем-то, к своему счастью, к сожалению, наверное, АвтоВАЗа поддерживать его в этом плане не собираюсь. Как не хочется. Если лишь налогами. Да, да, да. Ну, налоги у вас и так отберут в его пользу, впрочем, как и у меня. Поэтому мы косвенно пожелаем ему всего самого хорошего. Но мне больше всего понравилось на Фейсбуке пожелание как раз было перенацелить Чебаркульский метеорит. Он должен был туда попасть. Я оценил, да. Было бы, конечно, очень правильно. Было бы неплохо, да. Вопрос по существу, Сергей. Интересует вот машинка Kia Ceed SV и Opel Astra универсал, да. Единственное, вот, немножечко пугает в Opel Astra есть 1.4 Turbo. Отношусь к этому скептически. И Kia Ceed все-таки 1.6, мне кажется, для нее маловато. Ну, у Ceed, вообще у Ceed у него только один мотор. У него 1.6, турбина, не турбина, но, в общем, 1.6, и вот, что хочешь с этим, то и делай. В принципе, хватает. Вот, конечно, без экстрима, но, ну, хватает. У Astra 1.4 Turbo. Тут, опять-таки, как повезет. Знаю счастливых, знаю несчастных. Тут вопрос в другом. Для чего именно кузов универсал? Потому что Astra, она на всякий случай не вагон и даже не караван, а спорт-турер в расчете на то, что вы туда аккуратно положили пару консервов для котика, гольф-клюшку и носовой платок. Сид в этом отношении больше. То есть в Сид можно что-нибудь такое лопатой или вилами швырнуть. Он чуть-чуть по хозяйству более полезен. Astra просто красавица, ну, хотя и Сид, на самом деле, в дизайне преуспел невероятно. Ну, если их, в общем-то, сравнивать, то, мне кажется, вот то, что сделали Сид новый, собрали с Астры. Вообще их можно спутать. Вот когда они едут мимо, уже не очень понятно, кто из них кто. Ну, то есть, мне кажется, что Astra все-таки пораньше чуть-чуть вышел на рынок, и, соответственно, я делаю вывод, что Сид подрался Astra. Ну, Петер Шрайер, он вообще-то раньше на Opel работал. Он-то, человек же талантливый, он же знает, в какую сторону развивается международный дизайн. Он молодец. Ну, да. Мы же с вами помним, как выглядела Кия давно, а сейчас это действительно красивая машина. Если у вас есть возможность избежать турбированного двигателя, и вы его подозреваете в чем-то нехорошем, в злом умысле, то, конечно, простые атмосферники в этом отношении правильнее. Ну, я, в общем-то, всегда стараюсь брать машину с двигателем, который просто по своему объему 1,8-2 литра, ну, что-то такого формата, да, потому что я понимаю, что из этой машины я могу выжить что-то. 1,4 турбо, ну, как бы, я боюсь, что при моей манере езды, да, эта турбина будет очень быстро умирать. Может, может. Она ведь заточена не под то, чтобы вы хорошо ехали, а под то, чтобы выхлоп укладывался в Евро-5, Евро-6. Только ради этого все сделано. Маленький объем и свежий воздух шлейфом, идущий за автомобилем. Вот только для этого. А то, что у вас будут при этом какие-то трудности, да кого это волнует? Вы должны не гадить на природу. В тех странах, где голубые и зеленые это синоним, там это очень важно. Ну, понятно. Ну, у нас пока, к сожалению, может быть, еще нет таких правил, да, и, в принципе, ну, хочется иногда все-таки надавить на акселератор, чтобы понять, что машина из себя вообще представляет. Скоро у нас такая возможность останется только на дизелях, потому что они будут такие же задушенные и никчемные, но у них хотя бы крутящий момент будет. Бензиновые характеристики, но момент будет свой. Вот тот самый нормальный тяговитый. Это будет не с самых низов работать, это будет уже со средних оборотов, но когда мы захотим два нормальных литра, способных нас сдернуть красиво со светофором, мы, к сожалению, будем вынуждены обращаться к дизелям. Меня это больше интересует не вот сдергание со светофоров, да, а просто когда идешь по трассе, надо кого-то обогнать резко и быстро, да, вот это вот как раз... А это уже коробка передач, потому что резко и быстро можно на двигателе любого объема. Это зависит от того, как они настраивали коробку. Перерыв на новости. Пришло совершенно замечательное письмо, читаю его целиком, поскольку оно состоит из трех частей, мне понравились все три. Вопрос, прокомментируйте фирму Сава, это покрышечная, они откуда-то из Европы, и это такая добротная резина для бедняка. Для человека, который не ездил никогда на породистой резине, либо не заморачивался вопросами управляемости, ну, стоит и стоит, еду я, и на моих скоростях никакого экстрима не бывает. Сава замечательный вариант, потому что она сделана людьми для людей, она разработана, естественно, под диктовку весьма опытных и совершенно других концернов, но при всем при том, по цене, ну, можно с этим жить. Тем более, не все же гурманы, не все же любят там какой-нибудь пире или пиццерро, которое позволяет многое, но в очень узком диапазоне. Второй вопрос, езжу на шинах Бриджстоун Туранза, нередко попадая в ямки, диски стальные гнутся покрышкам хоть бы кны, хоть бы кны, нравится такая живучесть покрышек, если не менять типоразмер, какие еще покрышки могут похвастаться своей живучестью, при том, чтобы еще за дорогу держались не хуже этих. Туранза это собирательный образ, у Бриджстоуна практически 80% резины называются этим корявым словом, при этом являются совершенно разными по сути, по назначению, по качеству, по изготовлению, и здесь в большей степени заслуга не столько покрышек, сколько профиля, у вас судя по всему реально высокий профиль, сколько еще подобной резины, позволяющей с грохотом падать в буерак и при этом оттуда выбираться на только погнутых дисках, но не без поровного корда. У каждого свой опыт, но мне подобного удавалось и на Нокиан, и на Мишлени. А вот к Туранзе у меня, например, огромные претензии, на мой субъективный взгляд, тот стандартный вариант этой резины, которая идет, в том числе, на конвейер европейского GM, он отвратителен по сути, и он дорогу не держит совершенно. То есть, видите, у нас с вами разный опыт и разная степень гурманского подхода. Еще часть вопроса, важно ли, где ее делали, делали ее крестьянин малазийский или самурай. Да, как всегда, важно. Сами понимаете, где находится правильный ответ. Когда он рассказывает о том, что у нас в филиале стоит совершенно шикарное оборудование, мы молодцы, поэтому не бойтесь брать турецкое, шведское, китайское. Нет, берите, значит, какое надо. И дальше по скриптам, которые мне нравятся еще больше. Много что по делу говорите, но чересчур гиперболизируете. В меру бы. А то, когда пересолишь, уж совсем не то. И не каждый день. Евгений, спасибо вам за блистательный комментарий. Неужели Елена? Алло. Да, Сергей, здравствуйте. Какое терпение, какое терпение и сколько рублей. Это редкий слушатель позволяет себе прилинуть к радиоприемнику за свои деньги. Обычно слушают бесплатно, а вы, видимо, в телефоне. Ну, скорее, да. Скорее, в общем-то, это редкое терпение, потому что вопрос достаточно у меня такой важный. Мне вас рекомендовал мой брат. Он очень долго и очень много слушает вас. И, собственно говоря, вот я звоню твою рекомендацию. Но сам-то он вам ничего не посоветовал. Он сказал, помог бы тебе дозвониться. пару советов, но, вы знаете, я, в принципе, предпочла бы, наверное, услышать профессионала. Так, спасибо за комплимент. Вопрос у меня вот какой. Значит, в настоящий момент, то есть, я имею в распоряжении автотранспортное средство марки Hyundai Santa Fe 2008 года с двигателем 2,7. То есть, это не то, что вот выпустили, да, вот там 2 года, там 3 года назад, а вот то, что было в 2008 году. Хороший мотор. Чистая корейская. Да, вы знаете, не просто хороший мотор, а очень хороший мотор. Имела возможность оценить и управляемость, и эргономика, и, в общем-то, все нормально. Дороговато, конечно, было. к сожалению. Да, но это был самый лучший вариант. При выборе этой машины я обошла все салоны. И все-таки я выбрала вот этот, несмотря на то, что считал, что шильдик непрестижный. Сейчас передо мной стала, значит, соответственно, следующая вот проблема. Хочу поменять машину. То есть, вот эту машину, естественно, я оставлю. Я поняла, что она хорошая, продавать ее не готово. Я передам ее дальше по наследству. Есть человек, который ее примет в семье. Вот. Хочу купить что-то подобное. То есть, мне, в принципе, необходим кроссовер. Объясню, почему. Я имела возможность вот за четыре года, да, с 2008-го, опробовать достаточно много машин. Во-первых, потому что есть просто знакомые, которые дают покататься длительное время. То есть, и седаны были, и очень часто я вот езжу куда-то там отдыхать. То есть, беру машину в аренду. То есть, в принципе, ну, на моем счету есть и Мазда третья, и Вольво Икс, ой, извиняюсь, 60-я, и Мерседес А-класса. То есть, много коробченок лягушка-путешественница испробовала за эти четыре года. Да, но все-таки я пришла к тому, что нужен кроссовер. Кроссовер, скорее всего, потому что, ну, или, может быть, тогда перекинуться на что-то более серьезное. О, Елена, угарус милитаризмус. Да, но за шильдиком я не гонюсь. Это уже понятно. Вы попробовали в том числе то, что якобы породистое, и убедились в том, что кроме шильдика и легенд нами придуманных, на самом деле ничего там нет. Да, и, знаете, прерву вас, извините, еще имела возможность приценить к Лексусам, о, да, которые, в принципе, очень похожи на мое Санта-Фе, их очень часто путают, и, в принципе, я понимаю, что мне это совершенно не нужно. Это бессмысленная трата денег. Да, логично. Так, Елена, прекрасная. Представляете что-нибудь? А деньги-то сколько, вот после того, как вы провисели целый час на телефоне, сколько у вас осталось на покупку машины? Неужели я уже столько заплатила? Какой ужас. Ну, какой тариф. Нет, вы знаете, я думаю, что, ну, наверное, не выше, чем то, что я брала с Санта-Фе. А было это один и два. Ну, все, минуточку. В 2008 году, когда весь наш рынок тихо рыдал в тряпочку, и вам, перекосив лицо, менеджеры улыбались как родной, с нежностью на вас смотрели, они вам предлагали машины по честной цене. С тех пор рынок обнаглел абсолютно, и тот же самый Санта-Фе в нормальной комплектации стоит миллион восемьсот, и если вы хотите то же самое, то у вас планка подпрыгнула уже практически до двух миллионов. Как это не трагично? Я не хочу Санта-Фе. Да, но вот аналогичная. А аналогичная Санта-Фе, вот, например, копия этой машины, это Toyota Highlander. Она по салону омерзительная абсолютно, то есть в салоне там все сделано для того, чтобы владелец, понявший, как сильно он ошибся, рыдал в голос, брызгал слезой, и при этом это все можно было спокойно тереть тряпочкой, потому что кирзовые материалы салона, они совершенно великолепно будут стоять против соли человека, изливающегося на протяжении нескольких лет владения этой машиной. Но это, вот, блядинцы-братья Санта-Фе и Highlander, это одно и то же, просто одно делали японцы, другое делали корейцы. У корейцев получилось в тысячу раз лучше, у японцев получилось в 200 раз хуже, при этом ценник у них совершенно зверский, у японцев. И вот аналог, какие аналоги, есть еще, например, Toyota Vensa, ну, то же самое, только с плохим мотором. Вот для того, чтобы у японцев был какой-то шанс поиграть с клиентом, они сделали неплохую машину с плохим мотором и неплохую машину с хорошим мотором. И то, и другое хуже вашей Санта-Фе. Если вы не хотите в Санта-Фе, вы стоите с пачкой денег тратите деньги на телефонные разговоры и через какое-то время вот этого обозрения рынка вы увидите, что за сумму в миллион двести вы можете купить себе ну, просто маленький кроссовер какой-нибудь там Yeti, Tiguan, то, что по сути и по классу на полступеньки ниже вашего. И уж тем более даже не мечтать о моторе 2.7. Либо, либо добавить денег до двух миллионов. А с двумя миллионами вы можете купить то же самое Санта-Фе. То же самое. Либо другой автомобиль. Но вы можете, например, вляпаться в Honda Pilot. Honda Pilot на асфальте достойная машина. Она большая. У нее великолепный совершенно тазик между передними сиденьями. Если вы едете на Новый год кому-то, вы туда можете телевизор поставить, а можете салат Оливье в ведре. И то, и другое там поместится. При всем, при том, что это просто легковая машина. Вы можете даже так трепетно посмотреть в сторону Honda Cross Tour. Это такая победа Панамера. У нее очень хороший мотор. Очень странный кузов. Либо вы еще выше поднимаете планку и смотрите на всякий там ХЗ или Х5. Либо за миллион двести, вот жестко поставив себе миллион двести, вы ждете, когда к Новому году у них опять начнется истерика. Они поймут, что они проваливают все планы. И после этого вы выберете себе машину, она будет с большими скидками, после чего вы пойдете, не важно, какая это будет марка, но вы пойдете по старому пути, по которому ходят профессиональные покупатели. Вы выберете себе машину, вы посмотрите, какая на нее скидка, вы подпишете договор с дилером, у которого не собираетесь покупать машину. После чего берете этот договор, приходите к другому дилеру этой же марки, у которого вы не собираетесь покупать машину, и говорите, а вот там за углом, смотрите, сколько мне скинули. А вы, и он со слезой, скинет вам еще больше. Вы подписываете с ним договор и идете к третьему дилеру, у которого вы не собираетесь покупать машину. И показываете ему этот договор. Говорите, видите? Он говорит, ай, мне надо посоветоваться. Я сейчас, я узнаю. И он вам дает еще одну скидку. И вот у пятого-седьмого дилера вы покупаете за сопоставимые деньги приличную машину. Но это будет только в одном случае. Если осенью на наше с вами счастье у них все рухнет. Будет это или нет, неизвестно. Вы знаете, во-первых, я просто поражена, откуда вы так точно вычислили именно ту стратегию, которую я, собственно говоря, и соблюдаю. И те тактические моменты, которые я применяю обычно при покупке чего-то крупного. И откуда вы это знаете? А я же вам между слов уже сказал. Елена прекрасная. Спасибо большое. Это говорит о том, что многое уже понятно. И вам, и мне. Вот оно. Конечно. Елена, вы дали свой портрет. Дальше было все понятно. Я поняла. Непонятно, что купить. Непонятно. У вас очень большая практика. Единственное все-таки. То есть можно, конечно, бегать между дилерами. Это все понятно. Можно отторговаться. Можно, так сказать, применять всем известную такую тактику, да, вечно живущего народа. Это естественно. Это вполне нормально. Единственное остается по-прежнему проблема. Попробовав и подрогав все машины, я поняла, что, простите, все это выглядит просто как довольно такой нехилый обман. То есть моя пачка денег превращается в гору очень плохого железа, отвратительного, некачественного пластика, далеко не кожаного салона. Да. Будем честны. Конечно. Конечно. Елена, посмотрите еще на Туарек. Он уже начинает дешеветь. До завтра. До завтра.